Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. Кто рано встает, тому Бог дает. Правда, к Казахстану это не относится, потому что сейчас в Казахстане уже плюс 4, плюс 5 часов, это уже сколько в Казахстане? Три часа дня сейчас в Казахстане уже, да, так что для них это уже середина дня. А для Америки сейчас 2 часа ночи, это слишком рано, да? Но всем, кто живет в Израиле, Украине, России, сейчас одно и то же время, 10 утра, всем доброе утро. 10 утра это уже такое позднее утро, позднее утро, когда кто-то уже закончил почти всю свою работу дневную. Если человек, например, встает в 5 утра, он уже 5 часов, он уже занимался своей деятельностью с 5 до 10 утра, уже, считайте, почти 5 часов, да. Хорошо, добрый ранок, пишет Алекс Чудьевич, собираемся из Владивостока. А сколько во Владивостоке сейчас Вячеслав Лапшин из Владивостока? Это, наверное, позднее, чем Казахстан, плюс 8 часов, 6 вечера уже, да, во Владивостоке? Где-то 6-7 вечера. Да. Сидит, наверное, сейчас там Вячеслав Лапшин во Владивостоке. Корюшка, я помню, один раз я был во Владивостоке, мне запомнилось, что там очень много рыбы, корюшки. 17.05, да, во Владивостоке, класс. Хорошо, дорогие друзья, все, значит, мы собираемся, сейчас пока все собираются, мы продолжаем, закончился праздник Песах, 7 дней закончилось, когда должны были произойти духовные озарения, так как присутствовало божественное присутствие в том виде, в котором оно раз в год приходит всего в мир. Это Бог-творец, создатель, который дает творческую энергию для того, чтобы создавать, сотворять миры. И те, кто это знали, они могли сотворить себя нового, сотворить новые себе правила, создать себе новые какие-то стратегии, планы и создать себе новые какие-то подходы. Или, да, кто-то стихи писал, кто-то песни, кто-то, вон, успела Таня замуж выйти или еще не успела, есть известная история, когда девушка в платье, в свадебном платье бежит так быстро по улице, и две другие говорят, вот видишь, вот эта девушка, она в активном поезде, в настоящем активном поезде, то есть она уже одела платье свадебное и ищет сейчас за кого выйти замуж. Это называется статус в активном поезде, когда человек точно решил что-то сделать, и он настолько точно это решил, что он такую туда энергию создает. Знаете, как когда люди творят что-то? Я читал, как Джефф Безос, который самый богатый человек в мире, как он создавал Амазон, и у него было видение, вот этот Амазон, он даже взял название река Амазонка, он долго думал, как назвать свою компанию Амазон. Он только начинал тогда, у него не было вообще ничего, он занял там чуть-чуть денег, и он видел свою компанию Амазонка, это самая большая река в мире, самая, которая прямо она, у него много вот этих вот, и он видел Амазон, как он расширится на весь мир. И сейчас, не только на весь мир, он же, кстати, у него видение такого Амазона, у этого Джеффа Безоса, что космос, он сейчас расширяется на космос. И это вот как раз, когда человек в своей голове сотворил какой-то свой мир, такой Амазон, расширение, и свою творческую энергию он туда шарашит. И я читал впечатление одного человека о нем, о Джеффе Безосе, он не пользуется лифтом, он все время бегает по офису, по ступеням, там на пять этажей вверх, вниз, все. У него такая вот это, и он его охарактеризовал этим словом, творческая энергия, то есть у него внутри есть вот эта энергия творца, энергия творения. Вот Яков Шатанин нас слушает, тоже у него есть, у каждого есть это творение. То есть человек состоит из множества таких как пазлов, и эти пазлы, они активизируются в какие-то моменты под каким-то влиянием, эти пазлы активизируются, иногда одни, иногда другие пазлы. И вот в Песах как раз активизировалась вот эта энергия, как Бог-создатель, Бог-творец, когда море раступилось, когда, значит, выход был из Едипта, вот это все. И, значит, вот это должна была творческая энергия проявиться, но у каждого по словам, у кого проявилось, у кого не проявилось. Хорошо, мы дошли до 13 глава, первых два отрывка мы изучили. Первый отрывок был, что Бен Хахам усарав, что сын Хахама делает мусар папы наставление отца, а Лец, Лец это насмешник, он не слышал угроз, не слушает угроз, не слышит угроз. И он поэтому такой насмешник, а, типа, все будет легко, хорошо, как-то все сложится. Да, вот Михаил, привет. Да, теперь, значит, и второй был отрывок, что Митрипи Иш Йохальтов, что от плодов уста человека он будет кушать добро. То есть, мы изучили как раз, что при род, когда говорил царь Соломон, род или мудрецы, это имеется в виду внутренний диалог. И от внутреннего диалога, от того, что человек себе говорит внутри головы, он будет кушать добро, если это Иш. Вот видите, Иш это название, у человека есть много разных названий. Иногда его называют там Ксиль, это грешник, который не справляется со своим вожделением, и у него им управляет его хочу. Иногда есть грешник Ивэль, Ивэль это такой грешник-скептик, который во всем сомневается. А, кто сказал, что это так, а кто сказал, что это так, это стептик. А есть Лец, Лец это который насмешник, он, а-а-а, типа вообще Тора, а-а, Моисей, а-а, там, у него все, а-а-а. Значит, а есть Иш, Иш это мужчина такой, мужик такой, да, и вот от плодов этого мужика он будет кушать добро, этот мужик, то, что он себе в голове наговорил. В Энефиш Бугдим, душа предателей, она насытится Хамасом, она насытится насилием, то есть та мера, которую человек меряет, меряет ему. Когда человек у себя в голове предал Бога, предал какие-то там принципы нравственности и морали, дальше он начинает, начинает он действовать исходя из своих мыслей и к нему все это возвращается, как Хамас, как насилие, зло, насилие. Это мы уже изучили в прошлом уроке, кто хочет, может посмотреть. У нас есть каждый урок, можно прямо зайти в ссылочка есть под уроком, в описании там, например, 13 глава. Вы можете посмотреть все предыдущие отрывки и к каждому уроку есть примерно на два отрывка. Есть такой телевизорик, видео из Фейсбука и там я рассказываю, объясняю. Теперь третий, третий отрывок сегодня. Ноцер пив шумер навшон. Кто бережет свои уста, свой рот, он бережет свою душу. Посек сфатав, тот, кто открывает свои уста, махитало, это ему разрушение. Махита это разрушение. Значит, опять мы пришли к тому, что царь Сламон снова и снова, он нам объясняет с разных сторон одну и ту же идею. Я думаю, что все, что есть у человека в жизни и вообще даже сам человек, это следствие тех слов, которые он вначале слышит. Потому что человек, который не слышал слова до 9 лет, он уже потом не сможет научиться разговаривать, у него мозг меняется. То есть это я узнал недавно-недавно. То есть у мозга есть некая потенциальная возможность научиться запрограммироваться на разговор. Если до 9 лет эта потенциальная возможность не использована, то потом эта возможность уже не может быть использована. Но как обычно происходит обучение человека словам? Его с детства окружающие люди, родители в первую очередь, они ему дают некие слова, потом соединяют слова в выражение, потом дают ему название. Потом крошка сын к отцу пришла и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Родители дают ему некие наборы правил о добре и о зле. Когда наступают вдруг разговоры о том, каждый человек говорит про себя. Один говорит, я религиозный, второй говорит, а я верующий, третий говорит, а я атеист. Четвертый там, ну люди как-то начинают спорить о том, есть Бог, нет Бога, все. Я в этих спорах не участвую, я рассказываю всегда короткий анекдот, что маленькая девочка, как раз в этом возрасте, когда 3-4 годика, она пришла к папе и говорит, папа, скажи, откуда я взялась? Вообще, откуда люди взялись? То есть она хотела понять, откуда вообще весь этот мир. Папа ей говорит, доченька говорит, смотри, когда-то жили обезьяны. И самая большая обезьяна, она победила всех обезьян поменьше и женилась на самой красивой обезьяне. Потом у них были детки, самая сильная обезьяна женилась на самой красивой, самая сильная женилась на самой красивой. И так далее, и так далее. И потом я женился на твоей маме и появилась ты. Вот мы так, отсюда появились люди. Дочка все это послушала, так удивилась, да, говорит, о, так это значит обезьянки мои сестры теперь, да, получается. папа говорит но получается так так и получается да приходит дочка к маме говорит мама откуда я взялась откуда люди мамы говорит доченька говорит смотри когда-то бог сотворил мир и в этом мире он сотворил человека адама потом создал ему жену хаву потом у них родились детки дальше она и рассказала всю историю история и говорит но в итоге твой папа женился на ней и родилась ты дочка и говорит мама мне папа по-другому рассказывал мне папа рассказывал что мы обезьяны и от обезьян и обезьянки мои сестры мама такая остановилась и говорит доченька говорит смотри папа тебе про свою семью рассказывал это его семья а я тебе про свою то есть мы от бога моя семья а его семья видна от обезьян и ну потом так получилось что мы поженились и дочка она осталась опять же в том же состоянии в в котором находятся все люди на земле, каждый верит в какие-то истории, которые он слышал вначале от кого-то. Потом эти истории у человека в голове, они складываются в его личную систему правил, принципов, убеждений, ценностей, философских взглядов и так далее. И дальше человек живет в этой системе своей внутренней, у себя внутри он рассказывает себе какие-то истории, принимает решения, он себе-то верит, у него в голове эти все голоса, он всегда считает себя правой. Это же моя голова, мой голос, как я могу быть неправ? Дальше человек, он начинает своими устами говорить с другими людьми. И он другому человеку говорит, ты послушай меня, услышь, я, он говорит, считаю вот так. И он ему начинает, там, детям своим он дает какие-то установки, но дети, они вначале слушают все, потом могут слушать, не слушать. Значит, опять же, есть папа, есть мама. Дальше человек с другими людьми начинает другим людям что-то рассказывать. И другие люди или слушают, или не слушают, или верят, или не верят. В общем, вся жизнь человека, она состоит из внутреннего диалога, из внешнего диалога. И все, что есть у человека в жизни, абсолютно все, это следствие внутреннего диалога, внешнего диалога, внутренних правил, в которые человек верит, внешние правила, которые он пытается навязать другим людям с помощью своей речи. Получается, что, говорит нам в третьем отрывке царь Соломон, но царь пив, тот, кто сохраняет свой род, то есть, что значит, как можно сохранять свой род? Человек может наблюдать за своими мыслями. Если вы начнете наблюдать за своими мыслями, вы увидите уникальную вещь. Они откуда-то появляются. То есть, если просто заниматься медитацией и просто смотреть, как бы наблюдать за своим мышлением, осознанное мышление, ты берешь и понимаешь, что у тебя в голове есть вопрос, например, что покушать? У тебя, оп, всплывает ответ, что покушать. Ты задаешь вопрос по-другому, можешь задать. Надо ли мне кушать? Да. Кушать кошерное или нет? Не знаю. То есть, то, как ты спросишь, всплывают ответы. Но откуда возникает вопрос и откуда возникает ответ, если ты еще можешь за этим и наблюдать? То есть, понятно, что вот эти вот слова, которые у человека в голове крутятся, это не является человеком, это является работой его ума. А дальше человек, который изучает Мишлю, вот мы с вами изучаем Мишлю, он может третий отрывок 13 главы услышать и понять. Но цер пив шумер навшо, тот, кто сохраняет свой род, внутренний диалог, то есть, он относится с осторожностью к тем словам, которые у него в голове и осознанно, он сохраняет свою душу. Значит, как он сохраняет свою душу? Понятное дело, что если он в голове слышит два голоса, один голос говорит, хочу вредную кока-колу, а второй голос ему говорит, так это же вредно. Тот, кто сохраняет свой внутренний диалог, то есть, он осознанно, у него есть выбор, он думает, так, есть у меня каких-то два голоса внутри, один мне голос говорит, хочу, второй голос говорит, вредно. Вредно. Если человек остерегается, какой голос он услышит, вредно. Теперь, на то-то по секс-фатав, это как бы первую часть мы закончили, нужно быть осознанным и не быть автоматичным, потому что автоматично, если говорить, то человек внутри наполнен чаще всего неправильными схемами. Откуда я знаю, что человек чаще всего наполнен неправильными схемами? Потому что большинство мыслей внутри, в голове у человека приходят ему из общества, из СМИ, средства массовой информации, общества и так далее. Теперь, если мы посмотрим большую часть общества, то они живут не здоровой жизнью, ни физически, ни духовно, ни интеллектуально. Большинство людей, именно большинство, подавляющее большинство, они не знают, не умеют ни приносить пользу людям, потому что они не могут зарабатывать, то есть их как бы научили делать какие-то простые действия, и они живут в системе, в которой им выплачивают какие-то небольшие деньги, и они не смогли реализоваться, чтобы приносить большую пользу другим людям, чтобы другие люди платили им деньги. Большинство людей питается очень нездоровой пищей и, начиная там с 40-50 лет, начинают болеть. То есть, те слова, которые внутри, в голове находятся у большинства людей, получаются из источников открытой информации, СМИ и так далее. И поэтому человек осознанный, человек, который поднимается на духовные уровни, человек, который хочет соединиться с Богом, человек развивающийся, он услышал царя Соломона, мудрейшего из людей, и он понял, что тот, кто сохраняет свой род, сохраняет, охраняет свою душу. Пусть секс хватав, дальше он переходит на взаимоотношения между людьми. Так как мы, опять же, исходим из концепции, что большинство людей, они живут в неправильной концепции, то тот человек, который открывает свой род, и он начинает с людьми взаимодействовать, то он чаще всего наталкивается на что? Он наталкивается на какое-то агрессивное к себе воздействие. То есть люди, которые хотят даже хорошо влиять на других людей, то другие люди могут на них... Понятно, да? То есть царь Соломон советует, в общем, по-простому то, что ему советовал его отец. Кстати, интересно, что царь Давид в псалмах Давида, он очень четко выразил, как бы, концепцию, как должен человек жить в сфере своих мыслей, в сфере своих слов. Он сказал нам, кто человек, который жаждет жизни, кто человек, который именно жаждущий вот этой вот жизни настоящей, духовной жизни, жизни на сто процентов, назовем так. Тот, кто любит все дни своей жизни, видит добро. То есть он ищет вокруг себя, ведь мир же многообразен, и человек может искать пятна, искать зло, искать негатив. На одной и той же картинке можно искать, вот там салфетку берем, да, салфетка состоит из белых пятен, темных пятен, из мягкой бумаги и помятой салфетки. То есть мир, он такой, каким ты его видишь. То есть ты делаешь мир таким, каким ты его создаешь своими мыслями. И вот говорил нам царь Давид, он говорил в первую очередь царю Соломону, но до нас дошло в псалмах. Миаиша хафетскаим, кто человек, который жаждет жизни. Тот, кто уэф, тот, кто любит, яма все свои дни, лиротов, видит добро. И дальше он продолжает объяснение. А как это сделать, говорил царь Давид в псалмах царю Соломону. Нецор, теми же словами он говорил, которыми сейчас с нами разговаривает царь Соломон. Нецор лешанха мира. Останови свой язык от зла. То есть останови свой язык, язык это внутренний тоже диалог, от зла. То есть как только ты начинаешь говорить в негатив, что-то плохо, зло. Останови свой язык от зла. Весфасейха, свои уста. Медабер мирма. Говорить искажение. А что является искажением? Все является искажением. Сейчас я пытаюсь на русском языке рассказать то, что прочитал у царя Соломона на иврите и объяснение на иврите Малбима на то, что писал царь Соломон. Но я же искажаю. То есть в любом случае то, что сказал царь Соломон и то, что я сейчас говорю, это уже искажение. Да, у меня хорошее намерение. Я хочу, чтобы людям было хорошо, потому что я знаю, уже мне царь Соломон объяснил в Мишли, что человек, который делает добро, получает добро. И мои намерения, они очень понятные и логичные. Я хочу, чтобы дать максимум добро. Поэтому через час 220 человек в прямом эфире я стараюсь по максимуму передать ту мудрость, которую надеюсь получить из Торы, для того, чтобы Бог ко мне хорошо относился. У меня вот такие, ну как бы понятные, знаете как, я хочу делать добро, чтобы получать добро. Все люди хотят получать добро. Теперь смотрите, еще раз давайте вернемся. Говорил царь Давид, следующие слова. Значит, кто человек, который жаждет жизни, который любит все дни, видит только добро? То есть свой внутренний диалог, когда ты просыпаешься, ты тут же начинаешь с собой разговаривать. И он говорит, останови язык от зла, скажи, мудеани, благодарение перед тобой, мэлэхэвэкэм. То есть говорит только добрые вещи. То есть везде, где есть зло, отодвигайся от этого, убегай. Это мир Бога, Бог разберется. У Бога много возможностей свой мир исправить. Он, царь Давид говорил, сур мира, отодвигайся от зла. В себе, в людях, во всем, убегай от этого зла. В эосетов, делай добро. Делай добро, то есть, а как отодвинуться? В этом мире нет вакуума. Или ты, или ты висишь, даже нельзя секунды повисеть в молчании. Мозг постоянно заставляет тебя что-то делать. Голова постоянно тебя заставляет что-то делать. И ты должен все время что-то делать. Если ты не переключишь себя, делай добро, то тогда тебя будет автоматом крутить зло. Он говорил, сур мира, ваосе тоф, уэв шалом, люби мир, люби шлымут. То есть стремись к вот этому шлымуту, к добру, врат твою и гони за ним. Все, гони за миром, за шлымутом, за совершенством. И этим занимайся. Все, совершенствуй себя. Это говорил царь Давид царю Соломону. Царь Соломон нам объяснил это в третьем отрывке 13 главы. Сохраняющий рот свой, сохраняет свою душу, открывающий уста, разрушает его. То есть все, разрушает его. Тот, кто говорит с другими людьми, особенно вступая в конфликты, особенно если слова не вызывают вот этого мира, шалома и так далее, то, естественно, пользы от этого никакой, потому что нет пользы. И напоследок уже сегодня урок заканчивается. Я вспомнил один стишок. Он такой смешной, но он как раз показывает, в каком мире мы живем. Иногда зло настолько сильно, и ты не можешь победить зло в других людях. Ты его в себе чаще всего не можешь победить. Так вот, стишок такой. Илья пытается активно уравновесить зло добром. Увидел, парни бьют мальчишку. Красиво рядом станцевал. То есть он не мог никак повлиять на эту ситуацию, потому что хулиганы били какого-то мальчишку, который был тоже, наверное, хулиган. Если бы он за него вступился, побили бы его. Но он сур мира, ваосетов. И он начал красиво рядом танцевать, чтобы привлечь внимание более сильных людей. Понятно, да? Значит, царь по имени Шломо, Тамара, нас просит. Тамара, извините, пожалуйста, Шломо, у него было семь имен. Он сам себя называл Едидия, и его назвали по-разному. Греков мы ни в коем случае не прославляем. А просто в конце, в транскрипции, в которой больше привыкли люди слушать, да, то его называют Соломон. Но так как у него было семь имен, и у Маше было семь имен, и эти имена произносили... У Маше была мне, дочка подсказывает, десять имен. Но я помню, что семь было имен. Но просто греки, они шепелявили немного. И они не могли сказать Шломо, они Сломо говорили так. Сломо, Сломо. И от греков шепелявых таких, от них пошли эти самые... Ну, Соломон. Уже другие услышали Соломон. Его звали Моше, греки, Моте, Моте. А другие, которые Мотет, Мотет. А уже дальше Мозес его назвали, Моисей по-русски, да. Это ни в коем случае никак не прославление греков, или просто его можно и так называть, и так. Все, удачи, успехов, всем прекрасного дня. Прекрасного дня. И давайте выполнять, что останавливать свой язык, внутренний диалог и внешний от зла. Все, удачи, успехов, пока. Все, всем хорошего дня.